Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас быстренько обсудим с вами предложение разработчиков, которые оценили в 4 бакса, а именно две машинки песка, третий уровень коллекционки и нам, ребята, эти машинки предлагают в составе набора за 3.99. Что собой машинки представляют? Да ничего, ребята, особо они собой не представляют. Если MPZ-2J, которого на основном аккаунте у меня нет, еще там где-то как-то что-то и то очень медленный и очень печальный, то Т-15 просто абсолютно заурядная машина, которая ничем, ребят, ну не является выдающейся в бою, поэтому чисто вот как машины интереса абсолютно никакого не вызывает. Что касается того, за сколько эти коллекционки можно продать? Т-15 можно продать за 950 золота, ПЗ-шку можно продать за косарь. Таким образом, за 4 бакса вам предлагают неполные 2000 золота. Если вы из тех ребят, которые покупают подобные предложения для того, чтобы таким образом задонатить в игру, я, честно говоря, ну не сильно вижу здесь какую-то экономическую выгоду. Все-таки за 4 бакса 2000 золота неполных, ну пускай даже окей, 2000 золота, все равно, честно говоря, маловато. Что еще идет? Два камуфляжа, ну такое себе, никуда их не денешь, тем более если машины продавать будешь. Ну а если не будешь продавать, то в целом, ребят, что есть, что нету, тем более третий уровень. Открытое все оборудование, я бы сказал ни о чем, потому что, честно говоря, оно настолько дешманское, настолько копеечное на третьем уровне, что даже если бы его сюда не положили, а вы машины себе взяли ради фана, ради игры, ради поприкалываться или повеселиться, то, соответственно, вполне спокойно открыли бы эту оборудку и ваша серебряндия бы не настолько сильно похудела, чтобы вы прям даже обратили внимание и заметили этого. Порой на голдовые снаряды на высоких левелах тратишь больше, чем для того, чтобы открыть все оборудование на одном похожем танчике. Ну и два слота в ангаре, окей, давайте тогда посчитаем таким образом, если взять, допустим, там отдельно слоты в ангаре, посчитать, да посчитать то, что вы там себе возьмете в виде голды, продавая сами машины, то получается в целом приблизительно где-то выгода, ну не знаю, ну две с половиной тысячи, ну вот это вот максимум того, что вы можете получить, типа сэкономили на слотах, ну вот и все в принципе. Это что касается того, насколько это жирное или нежирное предложение от разработчиков в отношении того, чтобы таким способом задонатить. Ну а теперь ради чистоты эксперимента возьмем Т-15, который есть на основном у меня аккаунте, выкатим его в бой, ну и в принципе, думаю, вы понимаете, что особо ожидать каких-то там вершин, но не получится. Допустим, тот же самый Кени, когда появился и с собой, можно сказать, создал отдельный уровень Кени на ближайший месяц с момента, как его бесплатно раздавали, тогда когда на третьем уровне, кроме Кени кого-то, если встречаешь, ты прям удивлен, что есть еще какие-то машины на третьем левеле, то на этой машине такого абсолютно нет, и даже если ее бесплатно будут раздавать, вот прям совсем ничего не делая, просто заходи, бери, не хочу, все-таки машину не настолько сильно будут расхватывать, я имею в виду, забирая ее из ангара и выпрыгивая в бои, поэтому такое вот нашествие, как Кени, я думаю, что не повторится по данному транспортному средству. Время перезарядки 3 секунды. Насколько оно позволяет фаниться? Ну, можно, да, накидывать, можно там отстреливать по кому-то, наносить дополнительный урон, ну, вот, пожалуйста, третий уровень против меня, ПЗшка 3, и уже грусть-тоска, я ее не пробиваю, ну, и, соответственно, ничего веселого, приходится куда-то убегать, приходится куда-то перекатываться. Это, ребят, средний танк, это не тяжелый, но теперь представьте себе, насколько изменится в худшую сторону выражение вашего лица, тогда, когда вы столкнетесь с тяжелым танком, а с вашей альфой в 50 будете, ну, как бы, страдать, и не более того, почему я и говорю, что Т-15, ребят, это машина абсолютно заурядная, ничего веселого, ничего фанового в этой машине нет. Я понимаю, допустим, там, сравнивая с тем же самым коллекционным Кини, у него хотя бы там барабан есть на несколько снарядов, и ты фаново, весело забегаешь в бой, начинаешь в кого-то там выкидывать этот барабан, потом начинаешь в следующего и так по кругу. Да, это весело, это интересно, это задорно. А здесь же цикличная пушка, которая, ну, ничего особо в бою сделать не может. Картон картоном, понятное дело, на третьем уровне мало бронированной техники, я бы сказал, практически нет. Пробивают куда угодно, верхний бронелист, нижний бронелист, основание башни, борта, понятное дело. Короче говоря, впитывает, всасывает абсолютно все, что в него прилетает. И вот эта цикличная пушка, она только делает хуже и неприятнее тем, что ты реально не получаешь вообще никакого удовлетворения от игры. То есть фаново и веселого на данной машине вы не найдете ничего. Я не буду дожидаться окончания боя, выпрыгиваем обратно в ангар, и давайте с вами подсуммируем все, что увидели, все, что посмотрели и все, что узнали. Ребят, данное предложение за 4 доллара я бы отнес к предложениям исключительно для коллекционеров. Вот у кого этих двух машин нет, и ребята собирают себе коллекцию техники, какой-нибудь там редкой, уникальной, ну, возможно, для них. Но, опять-таки, они настолько часто появляются на продаже, эти два товарища в составе набора, что в целом сказать, что они встречаются редко, ну, нет, ребята, абсолютно нередко они встречаются, а посему, ну, как бы и ни о чем. Поэтому, ребятушки, если ради голды, то, понятное дело, вы получите 2500, ну, а если ради того, чтобы играть на какой-нибудь веселой, интересной технике, то это явно не про этих товарищей. На данный момент, ребят, у меня все. Абсолютно честное мнение по поводу набора, который выложили на продажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бросайте донаты через ссылку в описании. Буду вам безумно благодарен за любую поддержку в развитии моего начинания, в развитии моего канала. Я стараюсь ради вас. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.